Всем привет! С комплектами видеонаблюдения, с камерами в комплекте идут вот такие вот муфты. Кто знает, как монтировать, то хорошо, кто не знает, сейчас я тем покажу. И именно тот вариант, когда идущий в комплекте кабель, уже обжатый, к примеру, китайцы нам прислали, он не пригождается. Он пригождается только, например, для подключения камеры дома и настройки ее в вашей домашней сети. А в дальнейшем, чтобы загерметизировать этот разъем, нам нужно все равно переобжимать витую пару, потому что кабель в муфту именно с разъемом не проходит. В данном случае, когда вы не хотите переобжимать, а просто хотите использовать уже готовый кабель, можно это дело использовать в герметичной распредкоробке, которая крепится рядом с камерой на здании или где вы там камеру будете устанавливать. И помещается в эту распредкоробку именно в такое вот соединение, не герметичное. Если вы не хотите использовать распредкоробку по каким-то причинам, а просто есть возможность использовать данный кабель с муфтой герметично, в герметичном варианте. Если еще и различные рядом кнопки сброса или чего еще у вас есть, имеют герметичные заглушки, то грех не использовать данную герметичную муфту. На самом деле все очень просто и главное, что очень хорошо это дело работает. Берем колечко силиконовое и одеваем на разъем. Поправляем его хорошо, чтобы оно село на свое место. Далее продеваем на кабель витую пару гайку с резьбой. Продеваем силиконовый уплотнитель такой и продеваем саму муфту. Силиконовый уплотнитель у нас садится именно в муфту, пазами. Вот там видно. Немного накручиваем, чтобы это все дело у нас легко ходило. И обжимаем RJ45 разъем. Как это делать? Два варианта. Можно с обжимкой, можно без. Показывал я вам уже на видео. Поэтому ссылку я оставлю. Переходите и там смотрите. Есть разъем обжат. Подключаем его в разъем камеры. Пододвигаем саму муфту. И защелкиваем ее в пазы и проворачиваем до упора. Уплотнительную гайку накручиваем. Тем самым у нас происходит уплотнение кабеля уплотнителем. Вот так это будет выглядеть. Накручиваем тоже практически до упора. И вот что у нас произошло. Здесь все уплотнилось хорошо. И здесь тоже все уплотнилось. В воде попадать и влаге некуда. И все это дело можно оставлять под открытым небом. Также если у вас еще какие-то дополнительные разъемы есть герметичные. Тоже они рассчитаны на это. Пое камеры в основном идут с одним RJ45. Поэтому тут тем более не нужна никакая распредкоробка. Все это можно оставлять вот так под открытым небом. Если идут с разъемами питания. То в основном разъемы питания тоже герметичные. С герметичными юбками. И при подключении разъема. Все это вот до щелчка. И тоже герметизируется. Понятно, что скорее всего все это дело надо будет обжимать именно уже на месте, где будет установлена камера. Поэтому лучше приобрести конечно обжимку. Недорого она стоит. Ссылку я оставлю. Кому интересно можно на Алиэкспрессе заказать. Можно поискать на интернет магазинах. Тоже недорого она совсем стоит. Есть вариант обжатия отверткой. Но там именно в месте установки камеры это будет сделать практически невозможно. А если и сделаете, то это может быть некачественно. Не будет контакта. Соответственно будет камера не работать или же лагать. Какие-то проблемы будут. А так в общем-то этими герметичными муфтами можно вполне пользоваться. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Кому интересна эта тема. Оставляйте свои комментарии. Оставляю ссылки на все оборудование, которое я приобретаю на Алиэкспрессе. Переходите, приобретайте. И сами подключайте, устанавливайте. На сегодня все. Всем удачи и до следующих видео. Продолжение следует.